В прошлом видео я поплакался, рассказал о том, как плохи дела у меня с портфелем, но там я рассказал неполную правду. Сейчас я хочу продолжить эту тему и рассказать, что у меня случилось со структурным продуктом. Это самая большая моя печаль, наверное, сейчас. Итак, смотрите. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Вот сейчас вы видите структурный продукт и мой счет. И у меня последний структурный продукт был вот этот вот. Автокол на корзину из Газпром, ГМК Норнидель, Лукойл и Яндекс. Это структурный продукт, который рассчитан на год, давал доходность 20% годовых. За 6 или 7 месяцев я получил купоны из расчета 20% годовых. Стоимость продукта была 250 тысяч рублей. И по условиям структурного продукта типа Автокол, вы знаете, что это на корзину акций. И эти акции, если падают не более чем на 15%, то вообще все в шоколаде. То есть я получаю за время действия структурного продукта 20% годовых с расчетом ежемесячно. Если там краткосрочно прерывались, то есть эффект памяти. Если краткосрочно прерывались выплаты. Структурные продукты у меня, как правило, все заканчивались. Да, срочно, потому что как только все 4 акции вырастут выше, чем первоначальная цена, то структурный продукт прекращал свое действие. Так вот, друзья мои, что случилось с этим структурным продуктом? А структурный продукт накрылся после известных событий. Акции упали очень сильно. И я перестал, естественно, получать купоны. Начиная с января, по-моему, или с февраля. Вот, что случилось? Смотрите, да, в феврале я еще получил. Значит, там, что там, март, апрель, май и июнь. За 4 месяца я не получил купоны. Но, по условиям, если до окончания срока, в момент окончания срока, хотя бы одна акция, хотя бы одна акция находится ниже, чем цена при открытии этого структурного продукта минус 15%, то есть, если хотя бы одна акция упала более чем на 15%, то я получаю акции этой компании по первоначальной цене. Это и есть риск максимальный. Ну, понятно, что год назад этот риск оценивался как близкий к нулю, и все мои структурные продукты заканчивались успешно. Ну, а сейчас, естественно, никто не мог предположить вот такого развития событий, и понятно, что этот структурный продукт накрылся. Сейчас я покажу вам его динамику. Ну, вот здесь вот вы видите, что в 2021 году одна из акций, желтенькая, это что, ГМК Норникель, она немножечко опустилась, и, соответственно, я получал все-все-все, вот пока вот самая плохая акция находится вот в этом диапазоне, между двумя раз и два линиями, то я стабильно получаю доход, если все четыре акции в этом диапазоне, то, соответственно, я получал доходность и радовался. Но, да, если все четыре выше верхней линии, то продукт закрывается, поэтому вот все три были обычно, обычно ситуация была, три акции были выше линии и одна ниже, что позволяло мне получать стабильно очень высокую доходность. Но при этом, значит, дальше, вот здесь вот я еще получил доход, здесь уже не помню, вот здесь я не получил, то есть здесь было на грани. Вот, и вот здесь вот раз все четыре акции вышли, выше, чем вторая линия, и я получил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, здесь я получил все купоны. Дальше вот здесь вот чуть-чуть не дотянуло, а, ну как чуть-чуть, здесь уже конкретно Яндекс начал падать, вот, и, соответственно, я перестал получать, но ничего страшного, думал я, то есть они выскочат и снова все будет хорошо. Но этого не случилось, значит, после известных событий, после февраля, все начало уходить в убыток, и вот на момент закрытия Яндекс стоил, Яндекс стоил уже 1495, на момент открытия этого структурного продукта 4935 рублей. По условиям, по условиям этого автокола я должен получить 50 акций по цене 4935. В принципе, ничего страшного, просто подождать, пока эти акции вырастут. Но, что получилось сейчас реально? А реально получилось следующее. Продукт закрылся, и я действительно должен получить акции. Ну, я жду, в общем сказать, сегодня уже 11 число, 11 июня, я поинтересовался, думаю, ну, может быть там как-то задержка какая-то или еще что-то. На самом деле проблема в следующем. Этот структурный продукт, он регистрируется где-то там уже во всяких НРД, вот, и так как НРД заблокировано, то условия выполнены. А где акции? А акции нет, потому что их невозможно купить в соответствии с этим структурным продуктом. Более того, сейчас акции Яндекс переводятся в инвестиционную палату, и, соответственно, там вообще сейчас полный кавардак. Я стал интересоваться, но, в общем, мне ответили так, что ищут возможность, как исполнить эти обязательства, что обязательства должны быть выполнены. Но когда они будут выполнены, очевидно, когда снимут санкции с НРД, а это будет, ну, примерно, когда рак на горе свистнет. Я надеюсь, что это событие все-таки произойдет, и тогда я получу, ну, как минимум, смотрите, здесь акции упали, ну, в три раза, грубо говоря, 250 тысяч разделить на три, получается 80 тысяч. А реально у меня сейчас там на счете 3 тысячи рублей. Вот такая печальная история у меня с этим счетом. 3 тысячи 210 рублей. Что такое 3 тысячи 210 рублей? Ну, это разница, то есть не 51, а 50 акций. Вот такая печалька у меня с автоколом. Я надеюсь, что все это, ну, когда-то реализуется, и у меня будут эти акции, и я их буду держать, наверное, или продам, потому что, ну, 50 акций Яндекса, это уже, наверное, перебор для портфеля. Вот, ну, будем смотреть уже по динамике. Но вот эта вот ситуация, она, ну, как минимум, на 80 тысяч, ну, то есть актив вроде бы должен быть в размере 80 с лишним тысяч, а его нет. И это сильно, ну, в общем, портит картину с моим портфелем. Ну, вот такая история. Поделитесь, пожалуйста, что с вами, какие у вас истории печальные. Ну, а на сегодня все. Я продолжу рассказывать вам, что я делаю с своими инвестициями. И, кажется, сейчас мы уже находимся, ну, достаточно близко к дну, по крайней мере, подходим. И акции начнут расти, и снова надо проявлять активность. По крайней мере, я сейчас прилагаю усилия для того, чтобы вывести свои деньги с своего бизнеса, которым я занимаюсь, ну, полиграфического. Там уже накопились некие денежки в размере, ну, больше, чем 500 тысяч рублей. И я снова, наверное, начну инвестировать. Омрачается это дело тем, что в России, значит, наше правительство для того, чтобы обеспечить устойчивость малого бизнеса, ввело мораторий на банкротство. Да, и жена, когда решила вывести это в виде дивидендов, значит, жена у меня бухгалтер, она говорит, слушай, а я не могу, дивиденды запрещены нынче. То есть, вот так, дивиденды нынче запрещены для того, чтобы не было этих самых банкротств, грубо говоря, и для того, чтобы вывести дивиденды, она сказала, что мы должны зарегистрироваться где-то в каком-то реестре компаний, которые не собираются банкротиться, то есть гарантируют, что они не обанкротятся, и разрешите нам выплатить дивиденды своим учредителям. И что самое интересное, нахождение в этом реестре платное. То есть, правительство помогает таким образом бизнесу. Ну, вот такая история у меня. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Продолжение следует...